МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы расскажем вам то, о чем другие промолчали. Во что невозможно поверить? Но тем не менее, все это произошло на самом деле. А участники героя этих событий живут рядом с нами. Хотите верьте, хотите нет. Но нашему герою стать знаменитым и достаточно богатым помогла лень. Ибо начинающий живописец Гаррет Эдвардс настолько ленился заточить карандаш или убрать свои краски в конце дня, что остановил свой выбор на шариковой авторучке. Точка-точка, запятая, вышла рожица, смешная. Нарисовать шариковой ручкой человечка в тетрадке – дело нехитрое. А вот вы попробуйте создать шедевр фотографической точности. Поверьте, для этого нужен талант. Одри Хёберн, Милла Кунис, Уолл Дисней, Роан Аткинсон – все они, еще десятки знаменитостей, чей лик запечатлен на листе А4, не поверите, написан в прямом смысле этого слова обычной авторучкой. За 10 рублей штука. Из всех способов, используемых в традиционном искусстве, шариковая ручка является одним из самых трудных инструментов и требует очень деликатного использования. Гаррет Эдвардс – художник с приставкой «фото». В его творчестве нет права на ошибку. Все исполняется виртуозно, а главное – старательно, до мелочей. От завитка локона до линий на ладонях. Ластики и карандаши для дилетантов, говорит чопорный английский портретист. От того, что каждый взмах ручкой продумывается заранее. На один такой портрет уходит две, а то и три недели. На ускоренной съемке видно, как штрих за штрихом рождается знаменитость. Это превратилось почти в зависимость. И с каждым рисунком я нахожу в себе еще больше желания сделать его еще более реалистичным, чем прошлый. Своим творчеством Роберт хочет добиться того, чтобы зритель не мог отличить, где рисунок, а где фотоснимок. И по правде сказать, ему это удается на все 100%. Я хочу, чтобы мои работы внушали людям возможность того, что они действительно могут создать все, что хотят. Неважно, что это может показаться нереально на первый взгляд. Сколько исписал ручек и изрисовал бумаги Эдвардс, не говорит. Но надо думать, что немало. К тому же творчество этого необычного живописца вполне себе приемлемо. Стоят эти портреты от 100 до 1000 фунтов стерлингов. Все зависит от размера Ватмана. А вам бы хотелось, чтобы ваши кошки или кот были такими же модными, как вы? Чтобы у них были такие же, как у вас, брюки и платья, блузки и пиджаки модных и вполне человеческих брендов. Если да, то смей уверить, отныне у вас есть такая возможность. И это не шутка. Говорят, что все люди делятся на тех, кто любит кошек и тех, кто любит собак. Судя по этим кошкам, их очень, ну просто очень и очень любят. Вечерние коктейльные платья, строгие мужские пиджаки, повседневные платья и даже пуховики. Нет, это все не для вас, а действительно для ваших котов и кошек. Так что отойдите от экранов и позовите своего Мурзика. Пусть он оценит модные тенденции этого года, которые любезно согласились продемонстрировать не кто-нибудь, а именитые кошачьи модели. Судя по снимкам, модели достойны представлять бренд, в который одеты. И главное, все так стильно, сразу и не скажешь, что для кота сшито. Я уверен, что кошка в этом наряде выглядит превосходно. А в этом пуховике на рыбьем меху ваш кот никогда не замерзнет. Ну и, конечно, тренд сезона пальто в клетку. Для дам вечерние платья и теплые вязаные свитера. Одевать кошек во вполне себе реальные человеческие наряды, перешитые на кошачий манер, придумали японцы, а вернее один – Миха Аоке. И вот так в одночасье этот кошачий портной превратил столицу восходящего солнца Токио во всемирный центр кошачьей моды. Именно отсюда растут лапы, что и как носить любителям валерьянки. Интересен тот факт, что компания, занимающаяся пошивом нарядов, предлагает в некоторых случаях сшить точную копию человеческой одежды для кота или кошки. Это причудо больше касается прекрасных дам, когда, например, надо в свет выгулить не только котика, но и себя. Да. Приходите вы такие на вечеринку, одетые в одно. Сразу все внимание к вам и вашему питомцу. Кстати, ошарашить изумленную публику кошачьим комплектом стоит не так уж и дорого – от 50 до 100 долларов. Боже, взрослые вроде люди, а ведут себя как дети. Нет, ничего плохого в нарядах для домашних животных я не вижу. Но все же есть дела и положнее. Например, забота о будущем человечества. И что самое удивительное, решением этой глобальной проблемы озаботился шестилетний ребенок. После того, как американское правительство решило сократить расходы на космические программы, за НАСА решил вступиться никто иной, как шестилетний мальчик. Юнец по имени Конор Джонсон абсолютно по-взрослому развернул кампанию по спасению Национального аэрокосмического агентства. Мальчик составил петицию и разместил ее на сайте Белого дома. В своем послании к властям Конор призвал их сохранить дотации для НАСА, чтобы дети могли продолжать мечтать о космических открытиях. Стоит отметить, что для того, чтобы Белый дом рассмотрел петицию малыша, она должна собрать не менее 100 тысяч подписей, что вполне и вполне реально. Вы смотрите разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. И сейчас коротко о забавном, значительном и неординарном. Китаец Джонсон Цанг использует в качестве материала для своих работ глину и нержавеющую сталь, старательно демонстрируя пластические свойства материала. А повседневная жизнь дарит мастеру идеи для произведений. Свою очередную серию скульптор создал, вдохновившись обыкновенными чашками. При этом Цанг не ставит свои творения на конвейер, поэтому за его работой охотятся ведущие коллекционеры мира. Интересный и технически простой способ ввести в заблуждение квартирных грабителей придумал Блейн Ридлер из Калифорнии. Его устройство, благодаря перемене цветов светодиодов и их постоянному миганию, отлично имитирует включенный телевизор. Мерцание создает полную иллюзию, что хозяева дома и смотрят телевизор. Отставной оперативный сотрудник по борьбе с терроризмом Скотт Кассел с раннего детства мечтал о подводных путешествиях. В конце концов спецназовец соорудил себе субмарину из металлолома. Полуторатонная электрическая подводная лодка способна погружаться на глубину до 150 метров и обладает трехсуточным запасом автономного хода. Джеймс Бреттл не похож на человека, который любит фастфуд. У него спортивное телосложение и железная воля. Но именно он выиграл конкурс на поглощение огромного сэндвича на 8 тысяч калорий. Огромный сэндвич состоял из невероятного количества компонентов. Там была и колбаса, и бекон, и ветчина, и говядина, и индейка, и ягненок. Также стейк из свинины, картофельные оладьи, различные сыры, соусы, омлет, помидоры, огурцы, салаты, горчица и кольца из лука. Все это было зажато между толстыми кусками хлеба с жареной картошкой и дополнено салатом из капусты, моркови и лука и весило в общей сложности 2,5 килограмма. До этого сэндвичем пытались справиться 118 человек разной комплекции, но никому из них это не удалось. Советник президента экваториальной Гвинеи Бенит Кови дал своей новорожденной дочери имя Екатеринбург. Полное имя девочки звучит так. Екатеринбург – Янукунми. Сам господин Кови заявил, что считает Екатеринбург совершенно особым городом. Как супруга Кови отнеслась к инициативе советника, и была ли она сама когда-нибудь в этом городе, и знает ли она что-нибудь о нем, не уточняется. Мы смотрели разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. Из сегодняшней программы вы узнали, чем пишет портрет и живописец Гаррет Эдвардс, каков тренд кошачьей моды, кто решил спасти НАСА, как назвал свою дочь чиновник из Гвинеи, ну и еще множество интересных фактов из жизни страны и мира. Мы прощаемся с вами и напоминаем, что разные новости будут в эфире, покуда хоть одному человеку интересно жить на белом свете. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова